Рай. Итальянское радио и телевидение представляет. Успокойтесь. Успокойтесь. Вы не смеете выгонять нас из дома. Никто вас не выгоняет. Мы пришли сказать вам, что холера – смертельная болезнь. Вам понятно или нет? Мы все пили воду. Значит, теперь мы все умрем. Да нет же. Нет. 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 Будете лечиться и не умрете. У нас нет денег покупать лекарства. Синьор, не беспокойтесь. Вам не нужно ничего платить. С вас не возьмут ни лиры, обещаю. Хорошо? Сейчас мы вернем ваши вещи. Ладно? Вот. Забирайте. Берите. Синьора, подайте денежку, пожалуйста. Подайте. Доктор, вы так его и понесете? И звездку. Сыпьте звездку. Мальчик мой. Даже не похоронят его. Даже не похоронят. Даже не похоронят. Вы правы. Давайте споем песню. Споем все вместе. Кто из вас умеет петь? Я. Тогда споем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В основу сюжета легла биография неаполитанского врача и профессора, святого Джузеппе Маскати, а также людей, живших и работавших вместе с ним. С дороги! Субтитры создавал DimaTorzok Джузеппе! Элина! Элина! Я так волновалась. Прости, что не смог вчера прийти. Не волнуйся за меня. А ты... Это должно быть ужасно видеть, как эти бедные люди умирают. Вот так. Ужасно видеть, как они живут. Какой отчаянной нищете и безысходности. Мы не должны допускать, чтобы люди так страдали. Не думай больше об этом. Подумай о нас. Тебя ждет папа. Я должен извиниться перед ним. Здравствуйте, профессор. Вас ждут в больнице. Сейчас, немедленно. Когда мы сможем увидеться? Не знаю. Ради идешь к нам завтра на ужин? Обещаешь? Хорошо. Поехали. Пошел. КОНЕЦ 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 Мне от него не было толку. Может, тебе он принесет удачу. Что случилось? Синьорина, вы меня слышите? Синьорина, скажите что-нибудь. Вот, доктор. Сорелья-сестра, нужны еще ампулы. Это все, что есть. Так, прикроем. О боже, ее опять тошнит. Профессор, срочно! Кровотечение! Ее подобрали на улице. Хлоя, вы ее знаете? Я просто срочно в операционную, я сам ею займусь. Мой любимый доктор. Я думал, твой любимый доктор Джорджо. Нет, нет, я не хочу его видеть. Нет, 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 его здесь нет. Здесь только я. Не волнуйся. Я вижу, ты родила. Где ребенок? Почему он не с тобой? Его нет. Он умер. Я его не заслужила. Я никого не заслужила. Неправда. У меня больше никого нет. У тебя есть я. Мне страшно. Мне страшно, доктор. Прошу, увезите меня отсюда. Куда же я тебя увезу? Пожалуйста. Пожалуйста. Я не хочу здесь оставаться. Джузеппе, это ты? Почему так рано? Давай сюда. Привет, Нина. Привет. Здравствуйте, сеньорина. Здравствуйте. Принеси одеяло, пожалуйста. Кто эта женщина? Да. Да. Давай. Тихонько. Вот так. Прессор, если это все, я пойду? Спасибо, Арканжел. Увидимся в больнице. Не за что, профессор. Спасибо. Не за что. До свидания, сеньорина. До свидания. Это ваш дом? Да. Это была комната моего брата, Арберта. Ты вся дрожишь? Пойду принесу тебе одеяло. Ты ведь не поселишь здесь эту женщину? Ее зовут Хлоя. Это подруга Джорджи. Я прекрасно знаю, кто она. Вообще-то это знает весь Неаполь. Нина, она умирает. Ей надо умирать прямо здесь? Позор. Так искорни дом отца и матери. Что люди скажут? Не говори глупости, Нина. Ты знаешь, мне все равно, что говорят люди. А я? На меня тебе тоже плевать? На мою репутацию? На все, что я пережила за эти годы? А что ты пережила, Нина? У тебя нет ни капли жалости к умирающей женщине. Джузеппе, я предупреждаю. Если она останется, я уйду. Ваша сестра права. Я дурная женщина. Мне лучше вернуться в больницу. Хлоя, моя сестра каждый день ходит в церковь, но забывает, что написано в Евангелии. Как тот фарисей. Помнишь, что сказал ему Господь? Женщина, которую ты хочешь прогнать, омыла мне ноги слезами. И волосами своими отерла. Прощаются и грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Как ты? Я любила только одного мужчину. А он отбросил меня, как куклу. Неправда. Он тоже тебя любил. Джорджи всегда меня обманывал. Я его ненавижу. Ненавижу всем своим существам. Не расстравляй о себе, Хлоя. Ты себе же вредишь. Думай о том хорошем, за что ты его любила. Только это и важно. Нина. Теперь отдохни немного. Доброе утро. Наверное, его задержали в больнице. Он изменится. Ему просто нужно время. А ты готова меняться ради него? Я только что кончил гимназию. Тогда мой брат Альберто внезапно заболел. И врачи сказали, ничего не поделаешь. Терпите. И оставили его умирать в страшных мучениях. И после этого я решил стать врачом. чтобы никогда не говорить больному. Терпите. Нина, это ты? Вернулась. Элина, познакомься с Хлоей. Это подруга моя и Джорджи. Я весь вечер ждала тебя. Я устала. Пойду приседу в кабинете. Да, я сейчас. Не надо, спасибо. Хватит? Хватит. Извини, я сейчас. Элина, дай мне пальто. Я ненадолго. Извини, что не пришел на ужин. Ты из-за нее не пришел? Я должен быть теми, кому я нужен. Я ведь врач. Но мне ты тоже нужен. Я не могу вечно ждать тебя. Я хочу свадьбу. Ты ведь тоже этого хотел? Конечно, хотел. И по-прежнему хочу. Но моя жизнь принадлежит не только мне. Она принадлежит больным, бедным людям. Они обречены Джузеппе. Никто не сможет вытащить их из нужды. Наверное, ты не видела их глаз, Элина. У них благодарность за те немногие дары, что дала им жизнь. Наша любовь тоже дар. Да. Разве это плохо? Хотеть детей, красивый дом, свою, спокойную жизнь. Почему ты отрекаешься от нашего счастья и гонишься за тем, чего никогда не достигнешь? Ты не можешь спасти всех больных в мире, Джузеппе. Но можешь спасти меня и дать счастье мне. Я хочу дать тебе счастье. Но принимай меня таким, какой я есть. Извини, я сейчас. Да, конечно. Беги к ней. Я слишком богата и благополучна, чтобы заслуживать твоего внимания. Это не так, Элина. Это так. Если любишь меня, докажи. Отвези эту женщину в больницу. Прости, но я так больше не могу. Элина. Элина. Это Москатин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с профессором Перамало. Извините, профессор принимает только по записи. Для великого Москати сделаем исключение. Как поживаешь? Прошу, профессор, проходите. Нравится? Купил одного антиквара в Риме. Тигару? Нет, нет, нет. Отбыл за ней состояние, но не жалею. Ценная вещь. И кабинет очень красивый. Здравствуйте. Здравствуйте. Неплохо, да? Сеньорина. Ты всегда об этом мечтал. Профессор. Ну, в чем дело? Тебе надоела больница? Нет. Если хочешь, можешь работать со мной. Здесь нет сестры Эльги, этой педантки, которая стоит над тобой с хронометром. Это точно. И мои девушки гораздо симпатичнее и моложе. И твои пациенты здоровы, как я подгляжу. Благодаря моей заботе. Всех бедных и безнадежных оставляю тебя. Слушай, Джорджо. Об одном безнадежном случае я и хотел поговорить. Клоя очень больна. У меня сепсис, она умирает. Очень жаль. А при чем здесь я? Как это при чем, Джорджо? Ты мог бы навестить ее? Может, ты один сумеешь ей помочь? Вы ведь были очень близки. Все мужчины Неаполя были близки с Хлоей. Ты очень любил ее, Джорджо. Ей бы очень помогло твое присутствие. Ей было бы спокойнее. Послушай. Между нами все давно кончено. А сейчас мне надо поддерживать репутацию. Я не вижу, какой толк от моего присутствия. Если человек умирает, он умирает. Говоришь так, будто ты сам умер, Джорджо. Умерло сердце, душа и чувства. Но ты ведь не такой, я знаю. Увы, я не такой идеальный, как ты. Я не идеален, Джорджо. Я просто сказал тебе то, что должен был сказать. Ну что ж, сказал. Ведь в этом и есть твоя роль, да? Напоминать, насколько я ниже тебя. Нет, Джорджо, ошибаешься. Ты просто сам хочешь в это верить. Потому что тебе так удобнее. Но помни, что со мной или без меня, со своей совестью тебе придется разбираться. Браво, Маскати, браво. Что случилось? Сеньорина, кто следующий? Спасибо. Видел Антонио? У меня есть ангел-хранитель, читающий мысли. А вы для меня теперь как открытая книга, профессор. Я знаю, когда вы недовольны, когда боитесь, когда беспокоитесь. И откуда вы все это знаете? Наблюдаю. Например, когда ваши глаза становятся маленькими-маленькими, значит, вы беспокоитесь. А когда трогаете усы, вот так, значит, скажете диагноз. А если я в хорошем настроении? А когда вы бываете в хорошем, профессор? Ну, все. Все, Антонио, закончил. Спасибо. Теперь ложись поспи. Например, сейчас я вижу, что глаза у вас очень грустные. Я не понимаю, почему. Вам приходилось делать другим больно? Много раз. Но почему? Почему мы не можем следовать добру? Как бы ни стремились мы к нему в своих поступках, мы все равно причиняем боль нашим близким. Я люблю свою сестру. И Джорджи тоже. Я обожаю Эллину больше всего на свете. И все они страдают из-за меня. При к чему? Не знаю, профессор. Не знаю. Но не наше дело судить о выборе, к которому нас призывают. Мы можем лишь действовать. Вы так и делаете. День за днем, профессор, с великим мужеством. И за это я вам и восхищаюсь. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне надо поговорить с княжной Каэфа. Минуту. Княжна сегодня утром уехала. Как уехала куда? Я должен поговорить с ней? Мне очень жаль. Ничего не могу сказать. Хорошо, я понял. Не могли бы вы передать ей вот это? Разумеется. Спасибо. Моя Элена, ты не представляешь, как тяжело мне быть вдали от тебя. С того дня, когда мы дали обещание друг другу быть всегда вместе, я чувствую твою руку в своей. Она дает мне мужество, силы и надежду. Как мне жить без тебя? Наши обещания для меня еще живы. Моя рука по-прежнему готова сжать твою. И так будет всегда. Если ты захочешь. Твой, Джузеппе. Джузеппе. Твой, Джузеппе. Только ты. Твой, Джузеппе. Вы только посмотрите Всего два дня Как можно так запустить дом? Вы посмотрите Джузеппе Вы сегодня рано Это не Джузеппе Это я Пришла забрать кое-какие свои вещи И чтобы вас больше не беспокоить Это ваш дом Был Я просто хотела открыть окно Чтобы стало посветлее Вот, пожалуйста Желание госпожи закон Потому что так оно и есть Я здесь служанка Синьорина Не надо так Присядьте на минутку Подойдите Присядьте Мне вы можете все рассказать Вот, держите Я сама вышивала им для приданного В этом несчастном шкафу Их, наверное, сотни Вы собирались замуж? Да разве у меня было время выйти замуж? Сначала умерла мама Потом брат Альберто Потом папа И все Никто ни разу не спросил меня Нина, как ты? Может, ты хочешь поплакать? Ни разу Так будто меня нет В моей жизни остался один Пепино Но чтобы увидеть его Мне придется лечь в больницу Это точно Добрый день, папа Я осталась сидеть дома Может, погуляем? Джорджа ждет нас в клубе Видно, не судьба мне быть любимой Я тоже так думала А потом Я встретила вас И вашего брата И вы впустили меня в свой дом И подарили мне эти дни Вот любовь, дающая счастье Та, которую даришь другим Ничего не оставляя для себя Это правда Я научилась этому у вашего брата И у вас тоже Даже у меня? Да, мы готовы Нина, понюхай Понюхай, Хлоя Как вкусно Мы что, будем есть здесь? Конечно, здесь Раз Хлоя не может выйти Устроим пикник дома Солнце сколько угодно Свежий воздух есть А запах моря в тарелке Что-то еще? Может, немного музыки? Немного музыки Куда это он? С ума сошел Вот музыка Все равно он не работает Не работает? Вот увидишь Пожалуйста Молодец Позвольте пригласить вас, мадам Пеппино Я даже не помню, как это делается Синьорино, не упрямьтесь Но ради меня Эва, ладно Ты просто перышко, Нина Смотри, не оттопчи мне ноги Голова закружилась Простите, что здесь происходит? Мы веселимся, Паскуаля Я понял, я только лег спать Паскуаля Ты прямо так и спишь? Доктор, я же на службе Ладно, что там Ничего Пришло письмо для вас Спасибо Не за что Элина Каяфа и Джорджа Перамала Украл у тебя невесту А теперь имеет наглость Приглашать тебя на свадьбу Заставить нас так унижаться Перед всем Неаполем Нина Если Элина счастлива с Джорджой Я за них только рад Это ты должен был идти с ней к алтарю Я всю жизнь ждала этой минуты Ну, не плачь Даже сшила красивое платье Пеппино, я предупреждаю Если ты пойдешь к ним на свадьбу Я уйду, я знаю Точно Итак, моя дорогая Как чувствует себя новоиспеченная Сеньора Перамала? Очень честливо Сегодня здесь весь цвет Неаполитанской медицины Нет лишь великого маскати Но мы все равно веселимся, баронесса Это последний фужер шампанского Который я позволю Вашим почкам Завтра сядете на диету Молодец Хочешь, я свезу тебя в больницу? Нет Я хочу остаться здесь Хорошо Я останусь с тобой Скажите мне правду Джорджо Он знал, что я умираю Правда? Да Но он не пришел Он не такой храбрый, как ты Помнишь, я спросил тебя про ребенка В больнице? Ты сказала, что не заслужила его Его отец Не хотел его И я тоже думала, что не хочу Но ты родила его Где он? Он ведь не умер, Хлая Нет 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 Я бросил его На пороге церкви Почему же ты сразу не сказал? Потому что Потому что Вы Вы бы сказали Джорджо Он ведь его отец А когда Когда он узнал, что я беременна Он предложил мне денег на аборт Мне очень жаль, Хлая Но я его простила Любовь не пропадает Хлая Она возвращается к нам Теперь я это знаю Мне не так страшно умирать Теперь Вы должны найти его Да Я не хочу Чтобы мой сын рос как сирота У него должен быть дом Да Семья Я уверена Что Джорджо Когда увидит его Признает Его Да Обещайте, что вы найдете моего сына И отнесете его К отцу Я обещаю 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 Могу я привезти вам своих детей Профессор Они болеют А у меня нет денег Лечить их в больнице Конечно, приходите Спасибо, профессор Не надо Спасибо Стойте Стойте, стойте Остановитесь Стойте, расшибетесь Это чей-то, папа Это чей-то, папа? Смотрите Он доктор Здравствуйте, доктор Мне очень жаль Мне очень жаль Но здесь этого ребенка тоже нет Знаете, иногда их отвозят в другие заведения К тому же он без имени Я обошел все монастыри Не знаю, где еще искать В Неаполе больше сирот, чем лава и в Везуви Мне очень жаль Ничего Все равно спасибо Ну-ка, покашли Не трогай Сильнее Хорошо Они у вас в школу ходят? Где же я возьму денег? Отдать их в школу, профессор У меня и работы-то нет Они больны, профессор? Не стащены Ваши дети слишком мало едят Ничего, я дам вам лекарства для поддержания сил Хорошо? Положи на место Нина Здравствуйте Здравствуйте Держи рецепт Возьми то, что здесь написано И дай сеньору Молоко, мясо, фрукты Это список покупок Так сходи за покупками Положи Богослови Господь землю вас под ногами Вы великий человек, профессор Великий человек, громко сказано Я ваш врач, вот и все Идите домой Дайте детям то, что я прописал Когда лекарство кончится Возвращайтесь, я дам еще Хорошо? Спасибо И сами примите На святый желудок легче найти работу Большое спасибо, профессор Не за что Пойдемте, ребята Положи книгу Что, нравится книга? Очень Тогда дарю Спасибо 24 мая 1915 года Виво Италия Смерть Австрии Виво Италия Что это вы кричите? Война началась Смерть австриякам Виво Италия Окупация Триполитании Объявления войны Турции Продиктованы неинтересом К владениям сомнительной Экономической ценности Но неукротимым подъемом Национального самосознания Профессор Ну что Что вам сказали? Мое прошение было отклонено Слава тебе, господи И они тоже поняли Что здесь вы нужнее Чем на фронте Меня они тоже не захотели Нашли у меня грыжу Останусь с вами Вы рады, сестра Эльга? Арканжело Умберто Меня призвали в армию Вчера вечером Завтра утром Я должен быть в Падве Профессор Не могли бы вы Сообщить моим родителям Я не решился Моей маме Трозабьет сердце Не волнуйся Я поговорю с твоей матерью Главное Возвращайся живым и невредимым Понял? Обещаю Что я буду без тебя делать? Элина Рад тебя видеть Ты ослепительна Град Спасибо Я так и не поблагодарила тебя за подарок А как Джорджо? Он здесь с тобой? Всегда Он всегда со мной Я рад за вас Да мне пора До свидания, Джузеппе До свидания Что ему опять было нужно? Нет Ничего Не вижу никакого противоречия Между наукой и верой Чем больше я изучаю природу Человеческое тело Тем больше замечаю, что во всем присутствует Все тот же радостный творческий разум Ты называешь это разумом Я инстинктом самосохранения Для тебя это Бог Для меня хаос Фатум Бесполезно, Джузеппе Никто из нас не переубедит другого И мы опять засиделись допоздна И что скажет моя жена? У меня ведь тоже есть творческий разум Милосердие поменьше Божьего Уходите отсюда Вам понятно или нет? Я сказал, что никого не пропущу Это приличный дом Понятно? Это дом, а не городская свалка Вам ясно? Паскваля, кто эти люди? А я откуда знаю доктор? Вся беднота не апы У них здесь сходка, не знаю Вон отсюда Вон! Паскваля, что ты делаешь? Это люди Господа, извините Я не смогу принять всех Попозже Расходитесь живее Расходитесь Господи, когда я успею? Что к тебе, Паскваля? Пошли отсюда Это приличный дом Вам ясно сказали Вон! Пошли вон! Все вон отсюда! Вы что, оглохли? Паскваля, что за манеры? Профессор сказал, что примет завтра Прошу вас, добрые люди Расходитесь потихоньку Профессор, я завтра не смогу Проходите, сеньора Я уже не знаю, куда их сажать Кто им сказал сюда прийти? Здравствуйте Здравствуйте Наверное, слух прошел Проходите, сеньор Как нашествие саранчи Нина Здравствуйте Здравствуйте Отправь хоть кого-нибудь домой Сначала их всех надо принять Хорошо? Выходите, сеньора Спасибо Вот ваш рецепт Профессор, что это за деньги? Это вам на лекарства Когда же я их отдам? Идите, идите Там люди ждут Благослови вас Господь, профессор Спасибо Придете на прием в четверг Спасибо Профессор Скорее Солдату Персико хуже Нужна срочная операция Арканджело, сможешь им заняться? Нет, я не думаю, что Арканджело Я думаю, он справится Иди Да, профессор Да Сестра Эльга Вы сказали срочно? Тампоны, сестра Эльга Тампоны Да Вот так Еще, сестра Еще? Да, да Какая плохая рана Вся воспалилась Промахните Успокойтесь, ради Бога Подайте инструмент Да, этот Держите Отлично Еще тампоны Тампоны Я так и делаю, доктор Вот так Так Не получается Придется резать Надо расширить рана Потопьте скальпель Может открыться кровотечение Сестра Эльга Другого выхода нет Подайте скальпель Может позвать профессора? Сестра Эльга Дайте скальпель Как скажете, доктор Хватит Спасибо Сестра Помогите Выше, выше Скорее Помогайте Тампоны Тампоны Он теряет много крови Я иду за профессором Сестра Я же сказал Я сам Слушайте меня Доверьтесь мне Хорошо Теперь можно сделать дренаж Молодцы Вы отлично поработали Оба Теперь всегда будете работать вместе Какой аппетит у этого мальчика Ну наконец-то Хоть кто-то ест Еще бы Нина Арканджело У нас работает в две смены Одна днем, другая ночью Послушайте, я знаю, что я не такой безупречный, как Умберто Но поверьте, профессор Если бы я только мог, я бы его вернул И пошел бы на фронт вместо него Твой фронт в больнице, Арканджело Здесь твое сражение Ах, так? Ну тогда берегись Я буду твоим австрийским снайпером Вот видите Именно различия помогают вам так хорошо работать И подгоняя друг друга, вы сможете больше дать людям Хорошо, Пепина Ну дай им поесть, пока все не остыло Я приготовила котлеты с баклажанами Вы любите котлеты? Еще как, сеньора Мое любимое блюдо А вы, сестра? Я у вас объемся Один раз ничего страшного Чем дело, Пепина? Что случилось? Ты куда? Доктор, куда вы без пиджака? Профессор Монтефорте По аудитории, у него лекция Профессор Джузеппе Уйдите 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 Оставьте нас Я хочу остаться с Маскати Хочу остаться с Маскати Ты как раз вовремя, Пепина Кто тебе сказал? А ты как думаешь, ученый? Говорят, на пороге смерти Кто верил, теряет веру А кто не верил, обращается Морость Всевышний Затем тебя И послал Поймать меня Напоследок Иди сюда Помолись за меня Да Отче наш Сущий на небесах Да светится имя Твое Да приедет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб наш Насущный Во имя Отца и Сына И Святого Духа Отче наш Сущий на небесах Да светится имя Твое Вы все помните, не так ли? Железную позицию Занятую им по вопросу конкурсов Теперь он хочет Революционизировать Больничную практику И мы по неволе Спрашиваем себя Какой будет Следующая реформа Маскати Верно Вы хотите убрать его Из больницы? Тогда предложите ему Кафедру Монтефорте Джузеппе Чисто любив Он всегда мечтал Преподавать в университете Он не сможет отказаться От такой престижной должности С потрясением и болью в душе Я прощаюсь сегодня С Джулио Монтефорте Великим учителем Неаполитанской школы Он покинул нас слишком рано В самом дорогом для него месте В аудитории университета Я знаю, нам будет не хватать Очень многого Его ума Его мужества Его иронии Споров, которые он любил Затевать с теми Чьи убеждения отличались от его И в этом великий урок Который я не забуду Дружба не всегда возникает Из сходства Но порой Из различия Из контраста Из противопоставления Различных чувств И призваний И поэтому я уверен Что Джулио простил бы мне Отказ Отказ Заменить его на кафедре Физиологической химии Я делаю это С сожалению Но я хочу остаться В больнице Я не могу иначе Моя жизнь Рядом с больными Я уверен Что он одобрил бы Предложение Доверить его пост Другому достойному Коллеге Профессору И моему другу Джорджо Пермало Спасибо 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 Здравствуйте Здравствуйте Господа Здравствуйте Итак Элена Как поживаешь Ты дорог мне Джузеппе Но Джорджо Я люблю Знаешь Мы с ним похожи У нас одни желания Мы счастливы Вместе И я счастлив за вас Покажи мне живот Мы не можем завести детей На самом деле Яичники увеличены Что говорят другие врачи? Они друг другу противоречат А Джорджо что думает? Он избегает Об этом говорить Наверное Он уже поставил диагноз И знает Что надежды нет Это так Джузеппе? Я должен быть с тобой Честным Эреном Тебе лучше Мне питать Ильюзии За что Бог наказывает меня? Никто тебя не наказывает Ты ведь знаешь Как я хотела ребенка Конечно знаю А теперь Вытри слезы И оденься Я отведу тебя В чудесное место Хорошо? Поначалу мы поженились Чтобы тебя наказать Но потом Влюбились по-настоящему И даже мечта о ребенке Сплотила нас Как несправедливо Быть лишена Единственного блага Доступного всем Даже самым бедным Жизнь не так уж Несправедлива В каждом испытании Таится возможность Я хочу познакомить тебя С моими друзьями Профессор Маскати Хорошо что зашли К нам в гости Как поживаете Сестра Мария Это Элена Мой друг Очень рада Прошу Пойдем Дети Посмотрите кто пришел Доктор Джузеппе Здравствуйте Доктор Профессор А вы вапли принесли? Нет В этот раз у Нины Не было времени Нет Обещаю К воскресенью Она их напечет Хорошо? Да А потом пойдем на море Все вместе Ура Профессор так много Делай для нас Эти дети Не только лишены родителей Они все Слабы здоровьем Они молочины Делают все сами Да Они их расписывают Шьют костюмы А это кто? Нина 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 куда красивее Это волк, Бальтазар Тебе Это мне? Правда? Спасибо Очень красиво Пожалуйста У тебя нет ребенка А у них Отца и матери Но из этой несправедливости Может родиться надежда У любви много путей Эллена Ну что, дети Покажем княжне наш сад? Да Идемте Идемте Это все Я не знаю, где еще взять денег У нас кругом одни долги Знаю, Нина, знаю Можно продать что-то из мебели Картины, папина книги Но это семейная память Что такое, Пепина? Ты здоров Может, отменишь сегодня прием Отдохнешь? Нет Нет, все хорошо Успокойся Вызываем следующего Вызываем следующего Итак, пропишем Чаруцу Витамин А И немного витамина С Профессор Смотрите, какую коробку я нашел Я понял, понял Извините, сеньора Минутку, идем Итак, Паскуале Будешь стоять на входе И собирать в эту коробку Все пожертвования от пациентов Хорошо Если видишь, что человек может заплатить Возьмешь с него плату полностью Понятно Те, кто не в состоянии Пусть дадут сколько смогут Потом На деньги, что ты соберешь Пойдешь и купишь лекарства Для тех, у кого совсем ничего нет Ты понял? Паскуале Профессор, значит я Тише Я должен буду, как Робин Гуд Брать у богатых и давать бедным Да Будет сделано, профессор Итак Любишь апельсины? Гони деньги Что вы делаете? Гони деньги Я знаю, у тебя есть Сеньора, извините Паскуале у нас такой Простите Паскуале Ты где спрятал деньги? А ну-ка доставай Паскуале Этот хам хочет посмотреть Сколько у меня денег Да у него куча денег Потому что только дел Сколько стоит эта шляпа? Извините Давайте просто взимать пожертвования Нина Никаких обысков, хорошо? Что ты будешь делать? Пришел старьевщик Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Нина, веселей Отнесите это вниз Помоги мне, Нина Не грусти Ну давай Улыбнись Пожалуйста, осторожней Не разбейте Ну вот Ты что? Все наши вещи За что бы сказали мама и папа? Мама и папа радуются тому, что мы делаем Поверь мне До свидания До свидания Зато пыль меньше Ну и что ты плачешь? Перестань Итак Вот ваш рецепт Сейчас пойдете к моей сестре Она даст вам лекарства Хорошо? По одной в день в течение недели Это для него Ваш брат здоров как бык Не беспокойтесь Доктор До свидания До свидания До свидания Продолжение следует... Молодой человек Кажется я вас уже где-то видел Как тебя зовут? Антонио Антонио Ну давай, не стесняйся Джозеппе наш добрый друг Благодаря ему мы встретились Скажи 33 33, 34, 30 Хорошо, хорошо Можешь одеваться Здоров как огурчик Не беспокойся Это было как вспышка молнии Я вернулась повидаться с ним И постепенно мы стали друзьями Правда? Да А куда подевалась вся твоя мебель? Здесь висела красивая картина Лекарства стоят дорого, Эллина Это улыбка моих пациентов Дороже любой картины Я рассказала Антонио, что ты делаешь Он был просто поражен Правда, Антонио? Да Иди ко мне Это тебе Мне? А что это? Это кольцо висело у него на шее, когда его нашли, сестры Наверное, кольцо его матери И что мне с ним делать? Купите много лекарств для бедных детей Да Молодец, Антонио Знаешь, это хороший поступок Твоя мама очень бы тобой гордилась Молодец, Антонио Положим в ящик? Да Джорджи, знаешь, что ты хочешь его усыновить? Я пыталась поговорить с ним, но он и слышать не хочет Он так занят на работе Может, ты с ним поговоришь? Пожалуйста Профессор Маскатти Позвольте представить вам профессора Маскатти Гордость и слава нашей больницы Как видите, профессор Маскатти вплотную занимается воспитанием подрастающей смены Это ненадолго Наш вождь, Бенитто Муссолини Готовит важную реформу системы здравоохранения Теперь Молодых врачей будут готовить в университетах А не в больницах Но это абсурд Вы только добавите власти университетской клики В больницах лынут Профессора без всякого опыта И вытеснят подготовленных врачей Вы еще не видели нашу новую лабораторию Самую передовую в Европе Прошу вас Если эта реформа пройдет Мой труд окажется бесполезным Мы потеряем все Джузеппе, я тебя ждал Я спешу, но ничего, говори, что тебе нужно Машина готова? Да, Ваша Светлость Я пришел не ради себя Я прошу тебя спасти Нианаполь и всю Италию от этой абсурдной реформы Я не могу отменить декрет правительства Ресторан заказан? Да, Ваша Светлость Но к тебе прислушиваются и здесь, и в Риме Ты мог бы донести до них наш голос Не дать им разрушить больничную этику Извини, Джузеппе, что ты имеешь в виду, когда говоришь наш голос? Коллег, которых ты всегда презирал? Или меня? Черстого циника Видишь, мой милый, чтобы рассчитывать на помощь друзей, надо поддерживать дружбу Нельзя воевать с системой и ждать от нее милостей Я не прошу тебя о милости, Джорджо Дай сигару Я прошу тебя употребить свою власть в интересах того, во что ты верил Ты помнишь, как мы решили стать врачами? Мы мечтали изменить мир, сделать его лучше Джорджо, это твой великий шанс Вернуться к настоящему себе Да кем ты себя возомнил? Чтобы говорить мне, что делать и чего не делать Я твой друг, Джорджо А не враг, как ты думаешь Я всегда в тебя верил И надеюсь, ты найдешь то, что ищешь У меня и так все есть Я совершенно счастлив Твоя жена так не считает, Джорджо Она с тобой откровенничала? Она хочет усыновить ребенка Сказала, что мы не можем иметь детей Поверить не могу Он сирота Его зовут Антонио, ему 7 лет А я не хочу детей У меня других дел хватает Я не такой, как ты думаешь А что касается декрета Я с ним согласен И сделаю все, чтобы он был принят А теперь у меня много дел Что-то серьезное? Ну что там серьезное, ерунда Но может стать серьезным Я же говорила Я просто немного устал Перестаньте Раз ты устал, значит должен отдохнуть Скажите ему, что нельзя так работать Профессор Нина права Чтобы лечить других, надо иметь силы Будешь так продолжать, сойдешь в могилу раньше времени Перестаньте Я хорошо себя чувствую Ну все, выходите У меня мало времени Я хочу поработать Мы же сказали Нина Вы уверены? Не отнимайте у меня времени Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои Простите меня Если мне не всегда удавалось Проявить свою к вам любовь Так, как я хотел Милая Нина Не грусти Вооружитесь твердостью духа У каждого из нас свое место в сражении Господь дал нам все И он спросит, как мы распорядились его дарами Не наука Но милосердие преобразило мир Эльга, Арканджело Не забывайте, что перед вами не только тела, но и души Бессмертные, божественные Так что любите их, как самих себя Трудитесь с верой и энтузиазмом Глухие к похвалам и к порицаниям Ибо нет ничего невозможного Если вы сами себя в этом не уверите Трудитесь с верой и энтузиазмом Георгия Георгия Пирамал Пирамал Антонио 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 Пошли Джорджо и Эллена Друзья мои Жизнь – это миг Здравствуйте, доктор Здравствуйте Почет, приумфы, богатства и наука Приходящие Все соблазны жизни уходят Остается лишь вечная любовь Причина каждого доброго дела Любовь, что переживет нас Здравствуйте, доктор Здравствуйте Ведь любовь – это бог Здравствуйте Добрый вечер, доктор Здравствуйте, Асунте Как девочка? Хорошо Спасибо вам Доктор пришел Доктор пришел Доктор пришел Подождите немножко, сначала в корзины Спускайте Спускайте корзины Вот так Хорошо Главное – люби истину Одному Становимся в очередь Давайте сначала, Джонарино Будь тем, кто ты есть Без притворства, без страха И без оглядки Всем хватит Кому еще налить? Если истина стоит тебе гонений Прими их Если стоит мучений Терпи их Если ради истины тебе придется пожертвовать собой И своей жизнью Спасибо Будь тверд в самопожертвовании Смерть – это не конец Но начало Проходите Это ты, Пеппино? Ну, слава богу, макароны еще горячие Это как раз вовремя Они пришли на прием Проходите В такое время? Они приехали из Калабрии, Нина Сейчас я вас приму Спасибо Ты что, не мог сказать им прийти завтра? Ведь ужин стынет Нина, я не голоден Подай им макароны А я выпью чашку молока И все Как скажешь, Пеппино Иди сюда Я люблю тебя, Нина Вы любите макароны? Да Проходите сюда Спасибо 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 ПОДПИШИСЬ! 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 Осторожно! Субтитры создавал DimaTorzok Я здесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, великий Маскати впал в нищету А его менее способный друг, почитаем всеми, богатый и могущественный Каждый из нас выбрал тот путь, что хотел, Джорджо И вот этого ты хотел? Ты мог бы иметь все то же, что и я, и в тысячу раз больше А что ты получил? Ничего В этом ничего я нашел все, Джорджо Я нашел даже тебя, друг мой Сколько я молился, чтобы ты пришел Я должен был прийти давным-давно Когда ты сказал, что Хлоя умирает Она ждала от меня ребенка А я велел от него избавиться И бросил ее Я ее любил Но испугался И заслужил ее презрение Нет Хлоя тебя простила, Джорджо Но я себя не прощаю Даже сейчас, когда мы с Элленой могли бы быть счастливы С этим ребенком Которого мы любим как своего Каждый раз, когда я смотрю на него, я вижу сына Хлои Ему было бы столько же лет Если бы я не помешал ему родиться Помнишь, ты как-то показал мне кольцо своей матери? Ты хотел подарить его Хлое Откуда она у тебя? От твоей жены От Эллена? Да Она была у Антонио Когда его нашли Антонио? Да Антонио сын Хлои? Да Антонио мой сын, Джорджо Твой сын, Джорджо Я должен просить у тебя прощения Джузеппе, прости меня Прости меня, Джузеппе, прости Перестань, мне нечего прощать Прости меня, друг Ну, хватит Иди домой Тебя ждут Эллена и Антонио Нет, ты пойдешь со мной Нет, нет Надо отпраздновать все, что ты для нас сделал Я ничего не сделал Как ничего? Уже поздно Иди домой Тогда мы тебя ждем Потом мы вместе поедем на море Хорошо? Хорошо Мы ждем тебя Пока Спасибо, Джузеппе Что случилось? Откуда столько народа? Вы что, не знаете? Умер Джузеппе Маскати Как это умер? Я только что от него Он умер вчера ночью, внезапно Маскати СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Джузеппе Маскати был причислен к лику святых папой Иоанном Павлом II 25 октября 1987 года. Его бренные останки покоятся в церкви Джезу Нова в Неаполе. В ролях Кася Смутник, Эд Торебасси, Джузеппе Дзено, Антонелло Стефануччи, Пауло Козелло, Франко Яворона и другие. Авторы сценария Фабио Кампус, Карло Терколино, Лучия Дзеи, Клаудио Сбориджо, Глория Малатеста, Джакумо Кампьотти. Композиторы Лино Кановачиолло и Микеле Федриготти. Продюсеры Серджио Джусани, Джорджио Шотлер. Режиссер Джакумо Кампьотти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова